В недалеком будущем наступает время, когда население планеты увеличивается каждые 4 дня, прибавляя по миллиону новых граждан. Друзья, сегодня я расскажу для вас о научно-фантастическом фильме, в главной роли в котором снимается актриса Нумерапос, которую вы могли видеть у меня в свежем обзоре на фильм «Трансформация». А сегодняшний фильм называется «Тайна семи сестер». Меня зовут Костя Немуви, и это Кинофокс. Такое увеличение населения происходит из-за смены климата, наносящего непоправимый ущерб сельскому хозяйству. А с целью спасти человечество от голода, ученые начали вводить новые генно-модифицированные сорта, что в свою очередь породило мутацию гена и вызвало многоплодие. И теперь двойняшки – это самое малое количество детей, рождающихся за один раз. Правительство Европейской Федерации начинает политику «Одна семья – один ребенок», которую предложил доктор Кейман. Теперь каждый ребенок при рождении получает идентификационный браслет, который может проверить любой пост на улице. В случае двойни и более оставляют только одного ребенка, а остальных погружают в Криосон, где они должны пребывать до тех пор, пока люди не справятся с проблемой перенаселения. Незаконно рожденных ищут специально созданное для этих целей бюро по распределению детей. А в один из дней Терренс Сетман узнает, что его дочь, с которой он долго не общался, умерла при родах, но при этом успела вне брака родить целых семерых девочек-близняшек. Терренс решает нарушить закон и оставляет себе всех семерых внучек, дав им имена по названиям «Дни недели». Но официально в документах внучка у него всего одна – Карен Сетман. Спустя 30 лет Карен становится банковской служащей, и однажды она, закончив работу, возвращается домой, проходя проверки патрулей. На одной из улиц она тайно снимает на камеру, как агенты бюро по распределению задерживают девочку, чтобы отправить в Криосон, но ничем не выдает своих чувств. В подъезде с ней разговаривает консьерж, который напоминает, что вчера ей было не очень хорошо. Женщина только улыбается в ответ и открывает замок в квартиру с помощью скана глаза. Внутри ее ждут шесть сестер, отличающихся от нее только прическами и макияжем. За ужином пришедшая напоминает, что завтра у них презентация, а вчера одна из них напутала, что ей и пришлось разгребать. К тому же она попала в просак с консьержем, и напоминает, что они должны рассказывать друг другу, ну буквально все. Иначе может произойти трагедия, и вся легенда полетит коту под хвост. Девушки вспоминают наставления деда, который с самого детства учил их жить и работать сообща. Глядя на их занятия, он обещал подобрать профессию, которая станет общей для них всех. Он оборудовал в своей квартире тайный бункер, где могут прятаться девочки, и постоянно проводит учения на случай посещения их жилья посторонними. Сам же дед изготавливает им семь идентификационных браслетов на одну личность. Ну и вплоть до того дня, когда Карен должна пойти в школу, девочки живут не выходя на улицу, после чего Терренс вводит для них жесткие правила. Каждый выходит из дома под именем Карен только в свой день недели. Первый на улицу выходит четверг. Девочку потрясает количество людей там, но дед провожает ее до школы, и напоминает, что она единственная Карен Сеттен. Вечером дед продолжает обучение. Теперь та, что сегодня выходила наружу, обязана каждый вечер рассказывать и показывать сестрам то, что с ней было на протяжении дня, чтобы они запомнили и не допустили ошибок. Вот и спустя 30 лет сестра показывает остальным свой день, включая девочку, которую отправили в Криосон, отобрав у матери. Сестры обсуждают закон. Четверг не против сдаться, чтобы прекратить эту жизнь в заперти. В конце концов, шестеро из них просто уснут и проснутся, когда на земле все устроится. Она хочет жить полной жизнью и завести отношения, но остальные высказываются резко против. Действие переносится снова в прошлое. В один из дней, дождавшись, когда дед и суббота уходят, четверг сбегает из дома, чтобы покататься на скейте. Вернувшись домой, мужчина приходит в ужас. Никто не видел, куда и когда ушла девочка, и теперь может случиться ну все что угодно. Тут раздается стук в дверь. Девочки мгновенно прячутся, а дед открывает и видит четверг, которая, упав, потеряла фалангу пальца. Забинтовав покалеченную кисть, дед принимает сложное, но необходимое решение. Чтобы идентичность девочек не была нарушена, Терренс отрубает остальным внучкам по фаланге указательного пальца, на левой руке. Спасибо тебе, четверг. В настоящем же понедельник приходит на работу, где встречает своего коллегу Джерри, ее соперника, метящего на повышение. Мужчина намекает и на некое разоблачение, хотя девушка и не понимает его угроз. Вечером понедельник не приходит домой. Сестры обеспокоены, тем более маячок в ее браслете оказывается отключен, а без него найти женщину невозможно. На следующий день, вторник, нанеся макияж и надев парик, отправляется на поиски сестры. В офисе она выясняет, что вчера, получив повышение, Карен отправилась отмечать его в бар. Вторник идет туда и узнает, что была тут с коллегами, а потом поругалась Джерри и куда-то ушла. Девушка успевает рассказать об этом сестрам, но на выходе из бара ее останавливают сотрудники бюро распределения детей, которые отключают ее браслет и насильно привозят в резиденцию Кейман. Та приветствует женщину и вдруг признается, что знает о семерых сестрах и отправляет агента в бюро на квартиру Сетман, чтобы решить этот вопрос по-тихому. А в это время сестры видят вооруженных людей, которые входят в их дом, сканируя замок вырванным глазом. Пятеро сестер прячутся, но их довольно быстро находят. Однако девушки вступают в сражение и убивают агентов одного за другим. Но воскресенье получает смертельную рану и погибает на руках сестер. Тем временем Кейман сообщает, что с задержанием сестер Сеттон произошла накладка. Начальница не хочет предавать произошедшее огласке, ведь если выяснится, что семь человек выросли, а никто на свете об этом не знал, это нанесет урон ее репутации. К тому же нужно разобраться еще и с Джерри, который, видимо, что-то узнал. В это время сестры, просканировав найденный у агентов глаз, обнаруживают, что он принадлежит вторник. Они понимают, что за ними охотятся неофициально, иначе бюро устроило бы облаву. На следующий день на улицу отправляется Среда. Пятница снабжает ее устройством, при помощи которого сестры могут наблюдать за происходящим ее глазами. Вооружившись шокером, Среда идет к Джерри, чтобы выяснить, что стало с понедельник. Тот встречает ее так, как будто давно ждал. Непонимающая, в чем дело Среда, угрожает ему шокером, требует сказать, какую именно правду он знает про Карен. Джерри признается, что нашел договор, по которому она перевела Кейман очень большую сумму денег. Пока Среда обдумывает эту информацию, Джерри убивает снайпер бюро. Женщина успевает переслать документ операции на их домашний комп, после чего, поняв, что не может выбраться из квартиры, прячется в ванной. Дождавшись, пока один из агентов войдет внутрь, она нейтрализует его. Но чтобы воспользоваться его оружием, ей нужен его отпечаток. Среда добывает себе фалангу его указательного пальца, и, примотав к своему обрубочку, открывает огонь как раз тогда, когда остальные подходят к двери в ванной. Разобравшись с несколькими агентами, Среда готовится покинуть квартиру Джерри, однако выходы перекрыты, и девушка прыгает в окно, приземлившись в мусорный бак. Следуя советам сестер, Среде ненадолго удается оторваться от агентов. Тем более, ей помогают прохожие на улицах, которые тоже не любят работников бюро. В это время в двери квартиры сестер стучат. Открывшая дверь Суббота видит молодого мужчину, который ведет себя, как будто хорошо ее знает. Он видел ее в бюро и решил навестить ее дома, потому что скучал. Пока пятница и четверг прячутся, мужчина обнимает их сестру, и та не смеет отказать ему, так как не знает, кто он. Суббота уходит к сестрам, чтобы посоветоваться, ведь Эдриан сотрудник бюро. Сестра просит ее встретиться с парнем на его территории и выяснить, кто был его любовницей. Пятница просит ее тайком подключиться к браслету Эдриана, чтобы получить полноценный доступ к файлам бюро. Суббота соглашается и уходит с мужчиной, а в это время Среда, спасаясь от погони, попадает на крышу, где ей нужно перепрыгнуть через улицу. Но женщина срывается и повисает высоко над землей, когда к ней выходит помощник Кейман и хладнокровно стреляет в нее. Четверг и пятница впадают в отчаяние, они потеряли еще одну сестру. Но тут они получают посланный погибший документ сделки и с удивлением узнают, что деньги Кейман перечислила понедельник. В это время Среда подключается к браслету Эдриана, после чего четверг и пятница получает доступ к внутренним камерам видеонаблюдения бюро. На одной из них они находят заключенную в камере сестру и думают, что это понедельник. На следующее утро Эдриан торопится на работу и рассказывает Среде, что Кейман начинает предвыборную кампанию в парламент. Женщина не понимает, зачем он работает в таком ужасном месте, но тот напоминает о жутких условиях жизни в бедных районах. Так что детям гораздо лучше в крио сне, чем в голоде. Прощаясь, Эдриан предлагает быть вместе всегда, а не по понедельникам, этим выдавая имя сестры, которая крутила с ним роман. Причем их отношения были довольно серьезными. Среда рассказывает обо всем сестрам, однако их разговор прерывают агенты бюро, которые вламываются в квартиру Эдриана и убивают в субботу. Одновременно в квартиру Сетманов ломятся и другие агенты. Пятница уговаривает сестру бежать, а сама остается, чтобы уничтожить все следы их жизни, устроив в квартире масштабный взрыв из-за утечки газа. Четверг плачет у дома, когда туда подъезжает Эдриан, узнавший о взрыве из сообщений бюро. Он успевает увидеть обожженное тело Пятницы, которое принимает за Карен. Но когда мужчина садится в фургон, на него нападает Четверг, которая уверена, что их выдал именно он. Однако вскоре она понимает, что мужчина ничего не знал. Четверг рассказывает ему всю правду и просит помочь ей проникнуть в криозону, провезя ее туда под видом трупа. Эдриан соглашается и везет запакованную в пластик Четверг в бюро. Когда она попадает в главный зал криогеники, там уже готовят к заморозке одну девочку. Лежа в мешке для трупов, девушка тайком снимает все происходящее на камеру в браслете. Тут выясняется, что лишних детей вовсе не погружают в криосон. Им делают усыпляющую инъекцию и нахрен сжигают в замаскированной под криосаркофаг установке. Когда обслуживающая крематорий служащая открывает мешок, где находится Четверг, она толкает палача в криосаркофаг, сжигает ее так же, как та сжигала других. Вдвоем с Эдрианом они уничтожают команду изуверов и отправляются на поиски понедельник. Добравшись до ее камеры, они обнаруживают, что это на самом деле вторник с вырезанным глазом, а понедельник в это время беседует с Кейман. Выясняется, что они союзники, и женщина предала сестер, чтобы остаться единственный Карен. Четверг же забирает у вторника парик и рассказывает ей свой план. Решено, что вторник подключится к центральному серверу бюро и запустит отснятый четверг ролик во время презентации предвыборной кампании Кейман, которая должна вот-вот начаться. А сама четверг отправляется искать понедельник. Вторник и Эдриан проникают в серверную и, несмотря на то, что их обстреливают агенты бюро, женщина берет под контроль систему презентации Кейман. В это время четверг находит живую и здоровую понедельник в уборной. А тем временем агенты пытаются взять серверную штурмом, но вторник успевает загрузить полученное от сестры видео. В туалете же две сестры выясняют отношения и открывается страшная правда. Их всех сдала понедельник, которая, зная, что родилась первой, считает себя единственной и настоящей Карен Сетман. Четверг пытается переубедить сестру, но все тщетно и сестры сходятся в драке. В это время Кейман начинает презентацию о перенаселении Земли и, став сенатором, она собирается диктовать новую политику, ведь отныне людям можно будет иметь детей, сколько им захочется, но с оговоркой, если это позволяет их финансовое состояние. Между тем, Эдриан встает на защиту вторника, не давая агентам помешать ей, а в туалете в драке четверг стреляет в понедельник. Позже она входит в зал презентации, когда на экране демонстрируются кадры уничтожения рейсов. Кейман начинает уверять окружающих, что детям не было больно и они не страдали, а потом, поняв, что перед ней не понедельник, бросается на четверг, но их разнимают. Тут в зал входит еле живая понедельник, которая целится в сестру из пистолета, однако в нее стреляет вошедший в зал агент бюро, которого сразу после этого убивает Эдриан. Гости Кеймана разбегаются, а четверг берет за руку умирающую понедельник, и та раскрывает, наконец, главную правду, толкнувшую ее на эти страшные действия. Она беременна от Эдриана. Умирая, она просит четверг заботиться о ее детях и не позволить разлучить их. Эдриан плачет над ее телом. Время спустя закон о распределении детей отменен. Кейман готовится предстать перед судом с вероятностью смертного приговора. В финальной сцене вторник, четверг и Эдриан наблюдают за тем, как в искусственной матке донашиваются близнецы, зачатые их сестрой. Выясняется, что вторник выбрала себе новое имя, Терри, а четверг в память о сестрах оставила себе имя Карен. И на этом фильм заканчивается, демонстрируя помещение, заполненное множеством бэйби-боксов с младенцами. Ну какой-никакой, а вышел хэппи-энд. Это необычный, интересный и интригующий фильм. Конечно, несмотря на некоторую натянутость и недосказанность, сюжет может похвастать своей оригинальностью. Конечно, в какой-то момент лично мне стало понятно, что эта одна из сестер захотела остаться единственной, но это стало понятно не сразу, тем самым финальный твист был не так уж и предсказуем, как могло бы показаться. Техническая сторона, в принципе, тут на уровне, нет лишних героев и каких-то затянутых сцен. И при этом нумерапос, которая одна, отыгрывать семь разных персонажей, не может не радовать глаз. В общем, друзья, ставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Кстати, заходите ко мне в телегу и вообще смотрите шорты, которые теперь будут выходить на канале довольно регулярно. А с вами был Костя Немуви, увидимся совсем скоро.